Этот беспечный вздох, похоже, и не собирался останавливаться. Едва увидев полицейских, лишь выкрутил ручку газа до отказа. За такими, как их еще называют автомобилисты, самоликвидаторами сложно угнаться. Зачастую они сами попадают, вот только не в списки нарушителей, а погибших. Подобные случаи бегства, говорят правоохранители, происходят практически каждый день. Был как бы тоже случай у нас, то есть парень гоняли его тоже, но после остановки, тем не менее, догнали, остановили человека с документами, все в порядке. Отсутствовал только страховой полис ОСАГО у него. Естественно, начали его опрашивать, что сподвигло вас для того, чтобы убегать. Он говорит, ну это уже привычка моя. Шансы поймать такого гонщика увеличиваются, когда полицейские пересаживаются на мотоциклы. Наверняка, будь на месте патрульной машины представитель, как в народе их называют, мотобатальона, беглец, скорее всего, был бы задержанными, но поэтому ежегодно вместе с байкерами и велосипедистами сезон открывают они, люди в форме, на двух колесах. Большую работу ты принимаешь? Серьезно, станция, задача, которая улучшилась, ценная тысяча рублей, 22 сапогайси. Их главный напарник, мотоцикл, смену для них двоих, длится 12 часов. За это время успевают намотать почти сотню километров и выписать десятки штрафов. У байкеров в основном это езда без документов и номеров, у автомобилистов не пристегнутый ремень и нарушение скоростного режима. Есть у них одно общее – ездят в нетрезвом виде. Это от воспитания зависит, прежде всего. Если ты ответственный не только за свою жизнь, а за окружающих, то ты все по закону делаешь. Таких положительных водителей видно издалека, уверяют правоохранители. Главное отличие – манера езды в потоке. Встречаются и совсем безбашенные мотоциклисты, но, как отмечают сами сотрудники, таких с каждым годом становится все меньше. Всего же в распоряжении патрульных пять мотоциклов. Со дня на день обещают пополнение, чтобы наверняка ни один лихач не остался безнаказанным. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.